Нужно любить то, что вы любите. Apple, крупнейшая компания с огромными доходами. Стив всегда умел выделить важную мысль. Например, он создал компьютер, который является как раз локомотивом нашего разума. И это правда. Нужно быть настойчивым. Я люблю цитировать Стива, когда он рассказывал как раз о том, что его уволили, и как он себя чувствовал, и как он потом вернулся к работе. И он описывал, как трудно что-то запустить, строить это, а потом практически это увалится у вас из рук. И я иногда поражаюсь, когда вижу, что какие-то успехи, вижу, какие-то успехи, и я понимаю, какие огромные усилия были вложены в этот успех. Кстати, говоря о страсти и любви, почему я приехала сегодня сюда? Мы знаем, что экономика растет за счет масштабирования. Мы уже об этом говорили. И мы думаем о том, как, например, заставить российскую экономику смасштабироваться, начать снова расти. Кстати говоря, моя компания тоже занимается именно вопросами масштабирования. Мы, например, ездили где-то в 150 городов вместе с моим партнером Дмитрием, в том числе ездили в Москву. И мы попытались определить 150 разных компаний в каждом из этих 150 городов. Получилось где-то 22 тысячи компаний. Вот мы их как раз изучаем, их развитие, их путь. Я слушал сегодня то, о чем говорилось. Вот есть замечательный веб-сайт Kaggle. Там серьезные организации приходят со своими очень важными вопросами и пытаются решить свои вопросы. Например, есть университет Пенсильвании и клиника Мэйо. Это умные люди, умные люди там работают. Пытаются решить самые сложные вопросы, в том числе в области медицины. Как вы думаете, какая страна в мире? Вообще в этом усилии участвовали целый ряд компаний, которые пытались в этой же области работать. Как вы думаете, компания номер один, которая отвечает на вот эти различные сложные вопросы. Можете угадать, какая это страна? Да, США. А вторая страна, вот по количеству ответов, Россия. Впереди Индия, впереди Китай, впереди других стран. Что это означает? Я уже слышал, в вопросах это позвучало, что вы умные, вы смелые. Но знаете, что грустно? В каком-то смысле остальной мир просто пользуется вашим интеллектуальным капиталом. Вы раздаете этот капитал всему остальному миру. А если бы вы смогли сами как бы обуздать весь этот капитал и использовать его, и вдохнуть новую силу в экономику своей страны. Радж, кстати, говорил об обучении. Я, кстати, могу сказать, что на этой неделе было объявлено, что российский физик открыл определенные законы антиматерии. И что я хочу сказать. Вы должны посмотреть, в чем ваши проблемы, что вас держит, что не дает вам развиваться, что не дает вам развивать ваш интеллектуальный капитал. У вас, в принципе, страна не с очень большим населением, но она генерирует такое количество важных и полезных идей для всего мира. Я хочу, чтобы вы немножко поработали. Какая наипервейшая задача компании, если просто в одно слово это выразить в одном слове? Кстати, это, кстати говоря, задача любого руководителя компании. Обсудите между собой, решите, каким одним словом вы можете выразить основную задачу компании и ее руководителя. Давайте обсуждать, а я на вас посмотрю. Что вы думаете? Есть у вас ответ? Задача номер один для любой компании. Можете, кстати, в английский выкрикнуть это слово. Рост, может быть. Ценности? Да, возможно. Когда я говорю «возможно», это означает «нет». Я просто не хочу быть невежливым. Кстати, Раш и я, мы это четко оговариваем. И хотим одним словом выразить. Вот, смотрите. В конечном итоге, ваша задача – это создать организацию, компанию, которая делает жизнь кого-то еще легче. Это как раз мой вариант слова «забота». Подумайте о Яндексе, сколько Яндекс сделал для людей, которые пользуются поисковыми движками. Амазон, например. Эта компания породила третьего самого богатого человека в мире. Все, что я хочу, я могу заказать и получить благодаря Амазону. Итак, неперевершенная задача любой компании – это сделать жизнь кого-то легче. И то же самое для руководителей. Ваша основная задача тем или иным способом нужно помочь людям в организации сделать их работу легче, их жизнь легче. Вот в чем заключается осознанный капитализм, так называемый. Освободить людей от страданий, от трудностей, сделать их жизнь лучше, легче, приятнее. Да, но есть проблемка. Сколько, например, из вас тут владеет своими компаниями? Поднимите руку. И мы часто говорим с предпринимателями, что вы должны любить вашу компанию. Вам не нужно только иметь лишь сотрудников. И вы будете любить ее даже больше, если у вас не будет постоянно клиента, которые все время нарушают ваше ведение вещей. Конечно же, поэтому я как раз написал книгу, которая, возможно, поможет нам решить проблему взаимодействия с этими людьми, может быть, позволит нам разговаривать с ним на одном языке и взаимодействовать с ними эффективнее. И это то, как раз, что мы называем инструменты роста. Вы можете даже скачать эту книгу, если хотите. Поэтому наша задача была такая, как мы можем начать наш путь как бережливый стартап и выполнять нашу работу хорошо, как мы все запускаем. Но то, как Джеффри Мур писал в своих книгах, то, что довело вас сюда, например, ваше эго, вас не доведет до уровня выше. То есть, если есть уровень как раз, уровень перехода, то, что как раз мы называем динамичное масштабирование. Поэтому нужно добавить как раз динамичность в вашей жизни. Именно как раз это добавляет Intel, Coca-Cola и другие крупные компании. Они как раз взаимодействуют со всем спектром нашей работы, потому как эти крупные бизнесы, они продолжают масштабироваться и оставаться динамичными при этом. Но вот в этом наша задача. В этом процессе, смотрите, вы, атланты, которые, в принципе, держите всю планету мировой экономикой. Но это плохая аналогия, которую мы можем иметь внутри компании, потому как вы вроде как гений, у вас куча помощников, приспежников, а я вроде как герой-одиночка в своей глобальной компании. Это как раз та проблема, которая вас и погубит в 21 веке. Наша задача как раз избавиться от этой идеи, что я вроде как должен тащить всю эту организацию на своей спине прямо до самого верха, и я должен бояться, что каждый дополнительный сотрудник или клиент, который добавляется к моему уравнению бизнеса, погубит его. Поэтому мы хотим превратить это с помощью наших инструментов, чтобы вы не чувствовали так больше, чтобы вы чувствовали себя вот так, как на этой картинке, чтобы все сидели в одной лодке, вы все направлялись в одно направление. Нельзя, конечно, много людей иметь в одной лодке, но это уже другая тема для разговора. Но все-таки нужно иметь, чтобы ветер дул вам в спину. Поэтому как раз для этого существует исполнение, деньги и стратегия. Конечно же, все это будет расти. Поэтому компании крупные поддерживаются тысячами элементов. Поэтому что важно для того, чтобы подняться на нашу вершину? Конечно же, люди, деньги, исполнение. Но есть одна вещь, которая важнее всех. И это правильное время. Правильное время для маркетинга и для рынка. Потому как вы можете сделать себя гением на рынке, даже если вы идиоты, наоборот. Можно, например, делать компанию YouTube, но слишком рано, и ничего не получится. И поэтому, что интересно здесь, если мы правильно взойдем на эту волну и добавим технологию, и мы действительно как раз все взаимодействуем с техбизнесом, тогда мы будем очень быстро расти. И также Кимбел Маск, вы знаете его как брата, Илон Маск. И Илон очень сильно взаимодействует с технологическим миром. Но его брат, он сломал себе спину, и он сейчас уже полностью восстановился. И он понял, что я терпеть не могу технологию. И он захотел стать шеф-поваром. И сейчас он, как его волны несут по революции в той сфере, где вы практически не взаимодействуете. Это пищевой рынок. Так что Кимбелл забрался на эту гору и сказал, что еда — это следующий интернет. И так как я пишу для Fortune, я всегда должен подсчитывать те цифры, которые мне показывают. И он говорит, смотри, вся выручка интернет-бизнеса — это полтриллиона. Но в еде мы все кушаем в мире. Это 5 триллионов долларов. Вот такой это бизнес. Так что цель здесь следующая. Следующее, что мы все взращиваем в нашей компании, нам нужно добавлять технологический элемент. Но мы должны также следовать в сторону ветра и, например, создавать более лучшие условия. И наш, например, клиент в пищевой индустрии практически уничтожает те компании, которые только лишь взаимодействуют с технологией. То есть нужно следовать за ветром. Так что вот они, четыре решения, которые нужно нам иметь. Поэтому я хочу... Смотрите, давайте вернемся чуть-чуть назад. Мы создали маленькое приложение. Я хочу вам показать о том, где мы сейчас находимся в России. Можете, пожалуйста, взять в руки ваши смартфоны. Я хочу, чтобы вы открыли сейчас браузер. У меня Chrome, видите. И я хочу, чтобы вы ввели в строку ссылки 1pg.com. И затем вы здесь увидите вот такой маленький сайт, довольно простой в обращении. Я хочу, чтобы вы написали ваш имейл. Я потом вышлю слайды в конце презентации. Я буду vharnish.gazels.com. И мы также проводим исследования по каждому региону мира. Будет ли это будет исполнение, деньги, люди или стратегия. Так что давайте... Также можно почтовый индекс добавить. И давайте проголосуем, какая вот в вашей компании сейчас из этих сфер люди, стратегия, исполнение или деньги. На какой вы хотите больше всего сфокусироваться сейчас для того, чтобы масштабировать вашу организацию? Я знаю ответ для моей организации. Я уже проголосовал, подтвердил. Так, и здесь мы видим потом как раз пай-чарт, где будут рассказаны результаты о том, какие у нас будут результаты. Так что я пока положу это сюда и посмотрю, что у нас там есть. Итак, пока вы этим занимаетесь. Это, в принципе, интенсивный курс двух с половиной дней. Так что у меня есть еще время для того, чтобы ответить на вопросы ваши. Так что я хочу предложить вам четыре простых идеи, которые вы уже завтра можете применить для того, чтобы вы могли быстрее масштабировать. Поэтому давайте посмотрим, какой вопрос номер один, который относится к людям, которые вы должны задать. Второе. Когда мы говорим о стратегии. Действительно, в чем природа нашего бренда? Третье. Когда мы говорим уже о том, что вот у меня сотни дел, которые нужно сделать после окончания этого форума. Как мне выбрать то, на что мне обратить внимание, свое ограниченное время и мои ресурсы? На что мне нужно фокусировать внимание? И последнее. Где у нас та универсальная правда для того, чтобы позволить мне заработать кучу денег, чтобы платить выше зарплаты вашим сотрудникам, покупать инновации, технологии, то есть оставаться в бизнесе и двигаться вперед. Так что мы посмотрим на эти четыре вопроса в моей презентации. И мы всегда задаем вопрос, который требует, в принципе, и дисциплины, и сосредоточенности. Особенно вот эти 160 единорогов в мире. Это самый последний. Скотт Фаркуар. Это наш партнер. В декабре 2010 года он начал свою компанию, и у него уже миллиард долларов его компания стоит. И он может управлять 70% компаний, прежде чем они устроили первичный выход на рынок. Естественно, деньги очень дорогие в России. Кстати, деньги всегда очень дорогие, если вы не знали. Так что как растущая компания, где мы можем получить достаточное количество денег для роста. Так что я хочу порекомендовать вам книгу, которая называется Customer Funded Business, которая написана доктором Джан Молансом из Лондонской бизнес-школы. Он также начинал как предприниматель, но мы, в принципе, вернемся назад в будущее. Я вам дам несколько примеров дальше своей презентации. Самым лучшим источником денег для того, чтобы подкрепить ваш бизнес, это ваши клиенты. Так что да, к этому мы еще вернемся. Вот это смог сделать Скотт, и удержав большую часть своей компании. Конечно, вы также еще можете сделать свою работу отличным местом для своих сотрудников. Так что он один из самых молодых миллиардеров в Австралии. Но его также компания назвала лучшим местом для работы. Так что вы можете и разбогатеть, и также заботиться о своих сотрудниках. Так что давайте посмотрим на каждый из элементов. Если посмотрим на людей, то ключевой вопрос заключается в следующем. С кем бы вы сейчас не работали, вы бы с радостью приняли на работу его снова? Так, если вы, например, с боссом пришли на этот форум, вы не хотите сейчас смотреть на него, это уж точно. Я вас уверяю, так что это будет очень неудобное молчание. Но в общем и целом, я думаю, что большинство людей на планете их можно нанять. Я, например, взял бы совет Роберта Садденса и держаться подальше от, так сказать, козлов на нашем рынке. То есть, например, плохой инвестор, плохой партнер, плохой советник, и мы наняли не тех сотрудников, и вы окажетесь в большой-большой беде. Естественно, это все усилия команды. Нет «я» в слове «команда». А вот на самом деле есть, посмотрите, это «я» спрятано как раз в букве «а». Да, сложно будет для перевода, но ладно. Ну ладно, хорошо, перевели, отлично. Так, когда я хочу посмотреть на развитие лидерства, нужно подумать сперва о первом. Есть топ-3 компании, например, и первый вопрос — это как раз то, о чем говорил ваш министр финансов сегодня утром. И по сути, это развитие лидерства, вот что важно. Так что во второй моей книге, это «Самые лучшие решения бизнеса во всем мире», я подчеркнул и вывел рутину Билла Гейтса, так скажем. И это то, что он начал практически в самом начале, когда он начал только строить Microsoft. И это то, что он называет «думайте неделями». Не знаю, как вы, но вот эти кучи книгам, манускриптов, которые надо читать, если есть время, например, посмотреть видео, прочитать эту статью, есть время прочитать эту книгу, это все накапливается, и Билл дважды в год берет себе отпуск в неделю, берет себе 112 книг, там, манускрипты про всякие интересные темы, и 18 часов в день он накапливает всю эту информацию в свою самую лучшую операционную систему, потому как ничего креативного не может получиться, если вы не скинете туда сначала какие-нибудь ресурсы. То же самое, Эрик Шмидт, когда он помогал Гуглу масштабироваться, какой ключ для того, чтобы оставаться с этими молодыми сотрудниками в Гугле и также его растить? Ну, например, конечно же, выключать BlackBerry, каждый выходной читать книгу. Теперь Ларри Пейдж у нас гендир Гугла. И Алан Мюрри несколько месяцев назад в интервью сказал, ну ладно, как вы выучились по профессию гендира? И он так посмотрел странно взглядом и сказал, я просто много читаю. Те, кто не читает, едва ли будут иметь какие-то преимущества на теме, кто не умеет вообще читать. Подумайте об этом. И, кстати, когда, например, мы называем алфавит, Ларри сказал, смотрите, я прочитал три книги только по тому, как называть вещи. Например, как выбрать название, например, своей компании или свои услуги или продукту. Это одно из самых важнейших решений, которые компании нужно предпринять. Так что, как вообще можно прочитать книгу о том, как, например, что-то правильно называть? И все-таки он это делает. Например, Марк Кьюбен, отличный мой друг, мы уже 30 лет знакомы, инвестор в 150 компаний, один из самых лучших игроков в баскетбол. И я не знал до тех пор, пока он написал эту книгу, что в 20 лет, он с 20 лет 3 часа читает. И он всегда пытается найти одну идею, которая поможет ему держаться на плаву и вообще быть в авангарде бизнеса. Например, Марк Цукерберг в прошлом году, как вы знаете, что он установил каждый год ставить цели о том, где нам нужно находиться, о том, кого надо поблагодарить, с кем надо встретиться вне Фейсбука каждый день. Это то, что вы делаете каждый день по-разному, и это приносит вам успех. Это его рутина. Он теперь читает одну книгу каждые две недели. То есть он не сядется и читает, он каждый день по чуть-чуть ее читает. Например, Уоррен Баффетт. Возьмем его. Самый лучший инвестор в мире. Он выиграл в рынке по инвестициям. Когда у него спрашивают, какой ключ успеха у вас, Уоррен Баффетт? Вот он говорит, ну, конечно же, без сомнения, мой высший приоритет — это найти тихое время для мышления и чтения. Вне зависимости от того, сколько у него делал, он читает 150 страниц в день. И мне кажется, что формула успеха очень проста. Если вы хотите масштабировать вашу организацию в 10 раз, то вам нужно масштабировать знания ваших людей в 10 раз в вашей компании. И не хватит просто, например, провести какие-то курсы. Так что, например, человек, который написал цитату на моей книге, это один из моих самых лучших друзей, Генри МакГаверн, выпускник MIT. Он также мой студент в MIT. Очень приятно было видеть Юрия сегодня на сцене. И когда в 1999 году он открыл первый пицца-хат, и сейчас, спустя все это время, это один из самых крупнейших ресторанов в Восточной Европе. И он тот, кто привел в рынок России, например, KFC. И когда он два года назад вошел в рынок России, он посвятил 80 тысяч часов на обучение российских сотрудников в его сети ресторанов. И я не сомневаюсь, что это будет крупнейшая сеть ресторанов, это его, кстати, цель в мире. И он выступил с презентацией однажды. Он сказал, что достаточно просто видеть ключ нашего успеха, потому как мы прежде всего это тренинговый бизнес, а не ресторанный. Мы не на этом фокусируемся. Поэтому как лидеры, одна из самых ваших основных задач, это быть учителем, быть коучем для ваших сотрудников и вести своим примером всех. Если, например, вы как родитель, вы хотите, чтобы ваши дети читали, нужно показывать им, что вы сами читаете. Нужно показывать, а не говорить. Поэтому то, как ваш министр финансов сегодня сказал утром, что это самая важная вещь, которой нужно заниматься в вашей работе. И, естественно, надо брать примеры от Ларри Пейджа, от Марка Цукербергау, Уэрна Баффета, и все они это делали. И это, конечно же, не удивит вас, например, какие книги они читают. И всегда они читают несколько книг. Кстати, вот вам классная книга про бизнес, порекомендую. В 2016 году в Fortune Magazine я всегда рекомендую ежегодно книги, которые надо прочитать. И вот эта вот книга как раз про запуск компании Nike, которая описывается Филом Найтом о всех проблемах, которые он сталкивался при запуске бизнеса. Так что я бы хотел продолжить обсуждение людей в компании. Всегда у нас есть этот вопрос, вот эти возможности, которые представляются перед нами, или проблемы, которые мы видим. И я хочу, как мой друг, например, Джим Коллинс сказал однажды, что когда у вас есть какая-то возможность или проблема, ваш первый вопрос должен быть, не должен быть, что, где, как и сколько. Всегда должен быть вопрос, кто. Смотрите, я хочу тут прерваться на самом деле. Я сейчас хочу обратиться как раз к этому вопросу. А что, я думаю, удерживает вас, как всю страну сейчас, Россию, учитывая этот колоссальный интеллект всех людей, которые живут в этой стране? И это, по сути, действительно, ответом на этот вопрос будут лидеры. Лидеры — вот барьер. И это три буквы. Эго. Нужно иметь много эго, чтобы запустить компанию. Но ваша задача как эффективный лидер — это действительно быть самым тупым человеком в комнате. Вот ваша задача. Если вы самый тупой человек в комнате, то никто не будет вас доставать. Никто не будет задавать вопросы вам. Но если вы думаете, что вы самый умный в комнате, то вообще вам не получится никого слушать в вашей организации. Это очень интересно, кстати. Мы очень много работы проводили в Финляндии. Например, финская экономика, она сейчас испытывает много трудностей. Почему? Как раз вот этой вот проблемой Nokia. Harvard Business Review проводили как раз исследование кейса с Nokia. «Какая была самая большая проблема, что раньше была самой крупнейшей мобильной компанией в планете?» И решение было очень простым. И высокомерие лидерства. Самые главные лидеры думали, что они знают, что они делают. Они думали, что у них есть ответы на все. Они, кстати, реально думали, что они самые умные в комнате. И, кстати, были инженеры и другие сотрудники в Nokia, которые пытались им сказать, смотрите, мы не туда идем, куда надо. Мы выкладываем не те продукты на рынок. Эта вещь не простая, не то, что делают наши соперники на рынке. И знаете, что случилось с теми, кто сказал вообще им что-то? Их уволили. Знаете, мы всегда говорим, что нужно всегда кого-то уволить. И это сразу затыкает кого-то. И вот что происходило в этих организациях. Знаете, у Марка Кьюбана, ему задали в прошлом году вопрос на мероприятии. «Марк, какая у вас была крупнейшая неудача в бизнесе?» Он подумал, и он сказал, что я сам на самом деле много проблем создавал, много неудач терпел. И он сказал, что есть как раз один шаблон, что каждая из моих неудач имела одно общее, что я думал, что я был самым умным человеком в комнате. И вот из-за этого мы как раз сказали в беде. И я помню, я помню, что как раз вот эти вопросы, нам их надо решить. Мы, например, решаем, что мы хотим иметь глобальный бизнес. И нам, например, нужна новая система взаимодействия с клиентами. И я поэтому уйду в своей команде техников, и через пять недель они возвращаются со списком 24. Я даже не знал, что у меня есть 24 варианта выбора. И я смотрел на эту таблицу Excel. И, кстати, каждый раз, когда вы смотрите на таблицу Excel, то это большие проблемы для вас. И каждый в компании смотрел на меня, потому что я руководитель, я генеральный директор, у меня должен быть ответ на вопрос. И я знал, что я самый глупый человек в комнате. Джим Коллинс кричал мне, все время задает вопросы нам, что с ними делать. Достаточно вам сделать одну вещь, понять, где умные люди, кто они, и прислушиваться к ним. Самые умные люди, Джеффри Мор, гуру в маркетинге. Я беру эту таблицу, я отправляю таблицу с вопросами, и дальше все эти люди, которым я отправил письма, отправляют ответ и указывают на людей, с которыми я должен работать. И дальше я объявляю членов моих команд, членов моих команд, вот ответ на мой вопрос, кто? Это не я. Я обнаружил двух людей, которые умнее меня, и которые найдут ответы на вопросы. Что же делать с компаниями сегодня? Мы знаем, что есть еще одно препятствие к росту маркетинга. Давайте проясним дело. Маркетинговая функция, она отдельно от продаж идет. Маркетинг должен привлекать внимание публики, клиентов, инвесторов и так далее. Стив Джобс говорил, мне нужна помощь, и он нашел самого лучшего специалиста по маркетингу в Силиконовой долине. Он уже работал в Интеле, в Дженнен Теке. И вот перед ним молодой студент, и все происходило на Среднем Западе. И был вот этот человек, который хотел запустить огромную предпринимательскую организацию и бизнес в мире. Но, представьте, вы молоды, вы глупы. И Риджерс достаточно хорошо работает на Стива, он и на меня может хорошо работать. Итак, у меня есть мечта, я покупаю этого специалиста. Первое, что нужно, это нужно выделить по часу каждый день. и сосредотачивается на маркетинге. И у нас по недельникам были такие встречи, посвященные маркетингу, и это продолжалось в 1983 году, в течение, начиная с этого года, 34 года. И далее мне задали вопрос, который Билл Гейтс посчитал лучшим вопросом, который был задан в бизнесе. Я считаю, что это вопрос номер один, когда у вас какие-то трудности есть. Вы берете лист бумаги, и вы перечисляете 20 самых лучших людей, которые нужны для вашей организации, например, в Москве, или в моей отрасли, или в России, или в мире вообще, чтобы преодолеть то, что мне нужно, и чтобы достичь того, что мне нужно. я молодой, глупый, я вынимаю лист бумаги и составляю этот список. Чем быстрее это сделаю, тем быстрее вы начнете расти. Например, президент США, Рональд Трейган, хочет искать поддержки. Можно назвать кого угодно, Стива Джобса, кого угодно. все, что нам нужно было сделать, это каждую неделю, чтобы определить этот список людей и принять от них поддержку и умные мысли выслушать. Через 34 месяца мы смогли запретить наш бизнес глобально. мы стали работать, например, с Китаем и в тот момент и в Советском Союзе мы начали работать. То есть мы стали глобальной компанией через 34 месяца. Плюс у нас большая вечеринка с Стивом, Джобсом и другими из Intel, которых я уже упоминала. Подумайте на минутку. Если вы хотите что-то создать, и чтобы это было большим предприятием, какие имена приходят в голову? Например, Гвинет Палтроу, одна из известных актрис, она была выбрана, например, для одной крупной косметической компании, которая бы представляла ее. Вот это просто был правильный выбор человек. Но Марк Кьюбин в Далласе выступал в качестве представителей, который говорил про эту компанию. Подумайте, пока я выпью глоток воды, каких людей вы бы записали себе в список, которые могли бы вам помочь преодолеть сложности и начать расти? В прошлом году меня спросила одна компания стартап о том, как вообще работать с экологическими вопросами. И мы решили запустить компанию, как раз которая будет сокращать выбросы углеродов, CO2 в атмосферу. Знаете, кого мы первым поставили в этом списке? Эл Гор, нашего бывшего вице-президента. Он был большим специалистом в этой области. Когда Стив Джобс решил запустить iTunes, он в общем-то про музыкальную индустрию ничего не знал. Но он взял бумагу и выписал фамилии людей, которые играли важнейшие роли в музыкальной индустрии. Он знал только одного человека, ударника в Eagles, Дон Хеннели. Он его пригласил домой и сказал, Дон, научи меня, как музыканты думают, что они думают о музыкальной индустрии и как людям легче официально скачивать музыку, получать музыку, чтобы вам приходили доходы от вашего музыкального искусства. И в конце Стив смотрит на список и говорит, так, я вот этого человека знаю и в конечном итоге Стив при помощи своего приложения занял первые места в распространении музыкальной культуры и сбору средств за нее. Вот посмотрите на эту книжку. Я считаю, что она должна быть на вашем столе. Там изложены основные ключевые показатели эффективности. Сколько чашек кофе, сколько обедов, сколько встреч вы проводите на каждой неделе с людьми, которые вам действительно нужны, которые могут действительно повлиять на вашу компанию или отрасли, или сообщество, где вы живете. Во-первых, возьмите за правило никогда не ешьте в одиночку. Это золотое правило. Еще я хотел бы отметить, помимо вот этого списка важных людей, у нас есть еще четыре фундаментальных составляющих маркетинга. Мы их называем четыре И в маркетинге. Это не только продукт, это, в принципе, весь опыт, связанный с продуктом. Это упаковка. Например, упаковка, которую предлагает компания Apple. Все это составляет опыт покупателя, опыт клиента. И все это должно быть со знаком плюс, удобно, приятно. Но я хотел бы сосредоточиться на одной вещи. Если есть такая область, где мы все любители, это вот это, выставление цены. Кто читал книжку про ценообразование или брал курс по ценам образованию, поднимите руки. Чтобы заработать деньги, нужно научить их правильно тратить. Вот Герман Симон, он немец, он владеет компанией, как раз консалтинговой компанией в области ценообразования. И он, в конце и в итоге, написал книгу в этом году признание человека, назначающего цену, который предлагает потрясающую стратегию о том, как правильно использовать ценообразование и добиваться благодаря этому успеху в бизнесе. Например, у нас есть клиент, который Ларри предложил следующее. Мы, например, поднимем цены на 10% на наши топовые продукты, будем поднимать их каждый день до тех пор, пока мы не заметим, что продажи сокращаются. И в результате они повысили цену не на 8%, а на 80%. Только после этого продажи стали падать. Поэтому внимательно обращайте внимание на цены, на ценообразование. я хотел бы вернуться к тому, как вот эти единороги, как эти крупные компании масштабировались несколько десятилетий назад. Мы знаем, что была такая ценность, которая, собственно говоря, добавляла ценности компаниям, это интеллекционный капитал. Кстати, интеллект работает по-разному у мужчин и женщин, но мы на этом не будем сосредотачиваться. Давайте посмотрим. В вашем автобусе должны ехать нужные люди, правильные люди. Нужно набирать правильные люди, работать с правильными людьми, тогда ваша жизнь будет прекрасной. В конечном случае, если вы работаете с не теми людьми, жизнь ваша превратится в кошмар. Но этого недостаточно. в 21 веке есть целый ряд компаний, которые поняли одну очень важную вещь, и мы можем этим воспользоваться, а именно, как строить бизнес. Нужно максимальное количество умных людей набрать, тогда Яндекс стоит 6,1 миллиард миллион долларов. Это значит, что есть миллионы русских используют Яндекс как предпочтительный поисковый движок. Если у них возникает вопрос, что они делают? Если у вас возникает вопрос, они легко ищут его в Яндексе, буквально через несколько секунд уже получают этот ответ. Это почему? Потому что они быстро люди печатают? Нет, потому что Яндекс создал алгоритм, который доносит до нас информацию лучше, чем другие поисковые движки или другие источники, о которых мы только можем подумать. то есть все бизнес-модели крупнейших успешных компаний, они отражают то, как использовать талантливых людей в бизнесе. Давайте более такой небольшой понятный пример возьмем. Вот Астралия, отец и сын, которые имеют пасеку, в десятилетии этим занимаются. Уже шла речь о том, что люди хотят есть правильные, экологически чистые продукты. И вот эти двое занимаются производством хорошего меда, правильного меда. Но дело в том, что это не так просто. Например, как можно получать много меда, но не повредить пчелам. Отец разработал технологию, а сын понял, как ее правильно использовать с применением 3D-принтера. Они задались вопросом, как заработать или где найти деньги. Обычно мы обращаемся к друзьям, к семье, к каким-нибудь дуракам, которые могут дать нам деньги. Но в 21 веке есть еще и другие способы. Есть сайт called Indiegogo. они разместили на сайте. Это не краудфандинг, это так называемый пресейл. Например, клиенты говорят, я хочу быть первым, кто приобретет этот продукт. Через три часа они продали продукцию на миллион долларов. В ближайшие 11 часов они удвоили свой доход до двух миллионов. обычно 11 часов недостаточно для того, чтобы удвоить доход. Через 30 дней они продали 36 тысяч людей продуктов на сумму 12 миллионов долларов США. Я был в Сиднее три недели назад и там как раз организовали и сняли программу про вот этого сына и отца о том, как им удалось это сделать. Они, кстати, продолжают развиваться и уже наметили себе цифру в 20 миллионов и более. В чем же секрет в конце концов их успеха? Как вы думаете, кто здесь маркетологом? Отец или сын? Отец был изобретателем технологии, а сын он как раз был маркетологом. Он просто взял лист бумаги и подумал, кто, например, в его случае помогут ему продвинуть идеи. В данном случае это были блогеры, блогеры, которые пишут о экологически чистой еде. Он написал, им обратился и написал, что через месяц мы собираемся продавать этот инновационный продукт. И напряжение нарастало через месяц, через три недели, через неделю, через день. И он обратился к трем миллионам людей и в первый час обращения он получил от них помощь. Он продал продукты на миллион и дальше уже средства массовой информации подхватили эту идею и начали разносить дальше. Через 30 дней я уже говорил, какие были результаты. давайте подумаем о серьезных вещах. Например, клиника Мэйо, они решили, что они не будут полагаться только на свой собственный интеллектуальный потенциал, а обратятся к потенциалу других стран, включая Россию. Например, мне нужно разработать лейбл для бутылок с шипучкой. Как это сделать? Бесплатно. И так, это получилось здорово, так, чтобы это передавало любовь к моему продукту. Кстати, моя книга, вот моя книга «Масштабирование». Кстати, у меня есть друг Олстер Уолдер, он пишет о бизнес-моделях. «Масштабирование». Он, кстати, взял свою книгу, дал ее почитать и попросил, чтобы мне дали отзыв на мою книгу. Да, у меня большое эго, я хотел получить от них рецензию. И мне сказали так. «Послушай, ты вообще дитя, книга дурацкая и глупая. Как же это было неприятно слышать». Пришлось мне мое эго поднять с земли и написать новую книгу, которая получила 8 международных премий. Неважно, в какой области вы трудитесь. Сейчас мы немножко вернемся. Есть компания, которая строит большие промышленные вентиляторы, VTHR Technology. Никто не помнит название, какое это было название у этой компании. Но клиенты продолжали звонить и спрашивать, «Это вы делаете здоровенные вентиляторы?» вентиляторы. Вот произвучало это слово «здоровенные вентиляторы». И мы подумали, почему бы не сделать это названием компании и запустить рекламную кампанию, чтобы люди лучше узнали об этой кампании. Но каждую неделю что они делали? Они проводили ужин со своими сотрудниками и черпали там новые идеи. То есть они в первую очередь использовали интеллектуальный потенциал своей собственной компании. Кстати, то, что Nokia должна была делать, и ваше руководство, ваша компания тоже должна была это делать. Я думаю, что и Финляндия, и Nokia не были бы сейчас с такой проблемой, если бы слушали умных людей в своей собственной компании. Давайте посмотрим, можно ли изложить стратегию просто, есть у нас семь звеньев стратегии, семь решений, которые нужно принять, которые помогут вам доминировать в вашей отрасли и победить конкуренцию. Первая, и первая задача очень простая. В конечном итоге, бренд это такая маленькая интеллектуальная собственность, когда у меня первые из четырех детей родился, она хотела, чтобы у нас была самая безопасная машина в мире. Я не знаю, сейчас, может быть, не так она беспокоилась, но тогда она очень беспокоилась. и теперь мы хотим, чтобы у нас была машина, которая давала нам максимальное удовольствие от вождения. Это будет уже другая история. Кстати, Google, откуда они взяли идею у Yahoo? Кстати, Yahoo такого успеха не удалось достигнуть, как Google, а Google внимательно наблюдала за конкурентами и пользовалась их идеями. Итак, о чем я говорю? Нужно быть лаконичным. Ну вот, я, значит, нахожусь в Сиднее и вижу этот грузовик. Мы бизнес номер один в большом бизнесе. Ну, если вы не поняли, то они, в принципе, занимаются откачкой отходов. И, в принципе, не важно, главное, чтобы ваш бренд запомнили. И так что, смотрите, в Барселоне, у меня также, где я живу, я видел статью про Алли. Это человек, у которого прямо страсть к вырезанию дерева. Поэтому некоторые, например, вещи, которые вы кладете в свои столовые или гостиной, то обращайтесь к этому человеку. Но затем он стал специализироваться на чем-то. Я теперь начну вырезать деревянные двери. И не просто деревянные двери, а деревянные двери для церквей. Но не просто для церквей. Он прям был гипер специализированным. Я хочу вырезать деревянные двери для христианских церквей. Например, он, по-моему, сделал один раз или два мечеть, но этот художник в южной провинции Турции, в Хатей, и он в принципе первый специалист в мире. То есть все церкви в мире ищут его. И как вы думаете, сколько он тратит на маркетинг, какая у него доходность и следует ли он за своей страстью на работе? У него есть фокус. У него столько церквей, которые считают его самым лучшим специалистом по вырезке дерева христианских дверей. Итак, еще кое-что, что я люблю как предприниматель, это то, что мы многое выдумываем. Так что, Гэри Спиков, я, конечно же, не могу иметь воду. Я могу, например, взять воду, я могу положить несколько витамин, и он создал специальную категорию напиток, которая называлась обогащенная вода. То есть нужно, чтобы СМИ вас как-то называли, например, крестный отец чего-то или король чего-то, или королева чего-то, и Кока-Кола и Пепси начали за него бороться, и он продал свою собственность за 4,1 миллиарда долларов. Ему даже 40 не использовалось, потому как он просто создал новую нишу, он назвал эту нишу, и вот что создало всю ценность его фирме. И так, к тем этим двум словам я также хочу еще обратиться к третьему звену о том, как вы можете заработать кучу денег, и, естественно, там, например, стать королем поисковиков или там еще чего-нибудь, например, добыча меда. И вот кое-что, что мы нашли. У нас появилась одна стратегия, так сказать. И это начинается с одной простой идеи. Если мы вернемся, например, к тому, как Apple достиг просто потолка доходности еще до того, как Стив Джобс умер, да, у него уровень доходности был 7%. 7% рынка, которая представляла 50% доходности от всего индустрии этой рынки, то есть, естественно, мы говорим о том, что прибыль, вот что важно. И теперь у нас 15% у них это доля мирового рынка и 89% доходности всей глобальной индустрии мобильных устройств. И они ничего практически другим компаниям не оставляют, не за что больше бороться. Поэтому то, что мы называем правило 7.7, это то, что я хочу в принципе вам рассказать. Например, я хочу заняться индустрией мебели, розничной мебели. Например, ее доходность где-то стоила 2%. Но есть одна маленькая компания, которая стоила, например, 30 миллиардов евро в прошлом году. У нее колоссальная доходность. Есть где-то, по-моему, 4 штуки, расположенные в Москве. Так, что же они поняли-то. И вот какой ключ это на самом деле, что каждая индустрия, в которой вы работаете и взаимодействуете, есть ограничения какие-то, есть какие-то вещи, которые вам мешают вам заработать кучу-кучу денег. И, например, в сфере мебели вам нужно ее отправить куда-то в склад, и она по сути занимает очень много места, но в разобранном виде не занимает. Так что очень люблю, кстати, эту картинку. Смотрите, с днем рождения Икеа, вот вам тортик. Итак, по сути, правило 7,70, вот эта вот индустрия, это компания, которая стоит 30 миллиардов евро, я думаю, что многие из вас были бы довольны, если бы ваша компания так стоила. И им сейчас принадлежит 6,9 доли рынка мира, но вот эта вот ниша в разобранном виде, которую они нашли, это 70% от всего рынка принадлежит Икеи. Да, у нас еще будет Тони Фернандес, и я с Тони, мы знакомы уже очень много лет, когда он в Малайзии запускался, я также был там вместе с ним, и он был достаточно умен, что я сказал, а давайте просто копируем бизнес-модель компании Саутвест, это то, что уже упомянул Радж. Да, у них все было сконцентрировано на свободе, но в фокусе их бизнеса было то, что Ламар Мьюз, это основатель Саутвест, сделал в первом дне запуска компании, и Боб Блюм, вот что они сделали, вот это куча металла, зарабатывает, если она что делает? А, она взлетает, и 45 лет уже они фокусировались на на всей стратегической тактическом решении сделать только одно со своим продуктом, поднять колеса на взгляд на два часа больше, чем все другие авиакомпании в США. Райнер это сделала в Европе, Аэрэй же это копировала в Юго-Восточной Азии, вот в чем ключ. Майкл Дэл, о котором я говорил, я уже был знаком со своим второго года своего бизнеса, это по сути человек, который построил с нуля до миллиарда долларов, но у него кончились деньги, совет директоров уволили все, кроме Майкла, они привезли нового человека, Майкл Нератив, на 15 лет старше, он сказал, есть проблема в этой индустрии продажи компьютеров, у вас тут инвентарь, который просто в принципе как тающий кусок льда представляется, даже ваши запчасти дешевеют каждую неделю, и в двух словах они нашли решение проблемы, чтобы заработать часть этой индустрии, это быть прямым, быть прямым к цели, вот насколько все просто. даже Apple, Стив Джобс понял это в первый же день своей компании, то есть, да, я хочу быть в этой индустрии, я хочу изменить мир, я хочу создать вот этот велосипед для мозгов, но он опять же обанкротился практически на пути к этому, и он обратился к Pixar, и он понял, что нужно, что нужно вернуться обратно к Apple, и он сказал, что ключ к успеху заключается в двух словах, мы создадим с вами отель Калифорния, мы, значит, можем вписаться, но уйти не можем никогда, это прям цитата из песни, мы создадим замкнутую экосистему, и то, что вы, например, если делаете настолько неприятно для ваших конкурентов, например, Google и Microsoft, они не могут создать замкнутую экосистему, другие розничные компании не могут продавать мебель в разобранном виде, и все другие каналы дистрибьюции, например, как Dell, не могут себя вести, если ключ к вашему успеху заключается в двух словах, это то, что не может сделать ваши конкуренты, у вас будет самая лучшая стратегия на рынке, я, например, живу в городе, самой лучшей футбольной команде в истории вообще всего спорта, я знаю, я очень горжусь в Барселоне, футбольный клуб Барселона, это одни из самых лучших игроков, особенно Месси, но если мы хотим написать бизнес-книгу, я хочу вам порекомендовать вот эту книгу, что мяч не просто так влетает в ворота, и в 2003 году, после колоссального неуспеха, одна компания сказала, давайте мы возьмем людей, стратегию, исполнение и деньги, мы сделаем наши дефициты 75 миллионов евро, специальная стратегия отличной цели, отличной командой в этом спорте в 10 лет, и они это сделали, но когда вы прочтете эту книгу, вы увидите, что после того, как они проанализировали весь спорт, они сказали, что у нас, в принципе, стратегия будет состоять из двух слов, и каждое решение каждого 12-летнего спортсмена, которого они нанимали, они все им объясняли вокруг одного принципа, в принципе, они написали это в книге, владея мячом, футбольный клуб Барселона владеет мячом 76% от всего матча, но мы не можем забить гол, если у нас нет мяча, верно? И куда ушел Хэс Ферран? Знаете, кто его нанял? Саудовская Аравия купила Манчестер Сити, они купили Феррана, который был президентом футбольного клуба Барселона, когда они начали масштабирование в Манчестер Сити и сказали, что сейчас в премьер-лиге они, в принципе, ставят ставку на всех практически. Так что вопрос вот в чем. Какие ваши два слова? Итак, знаете, я пропущу вот эту вот часть, учитывая наши временные рамки, давайте перейдем к исполнению и выполнению нашего масштабирования. Так что, например, я хочу две пиццы, и я, например, решу, что я, например, могу сделать кучу денег на разобранном виде мебели, у нас, например, есть люди, есть стратегия, есть бизнес-модель, я создал систему интеллекта вокруг кучи людей, но теперь нужно поговорить о выполнении всего этого. Это, я думаю, моя самая любимая цитата вообще за всю мою жизнь, что, по сути, самое главное в вашем бизнесе это то, чтобы главное оставалось главное. Давайте вернемся к Цукербергу. Знаете, у него прям тысячи проблем каждый день, например, в 2012 году его компания впервые выходила на рынок, но они, в принципе, изменили правила ведения игры. Мы перешли от персональных компьютеров к мобильным устройствам, и то, что делает Марк Цукерберг, он собирает каждые три месяца своих сотрудников в одном месте и говорит, ну ладно, вот наш фокус, вот наша цель. Он говорит, я обеспечу вопрос выхода на рынки, а я хочу, чтобы вы вместе подумали, оставались фокусированными и сделали, чтобы мы стали мобильной компанией. И это стало ясным, что те люди, которые вы ведете, они должны понимать, что будет сейчас и в конце года, через несколько месяцев, какая главная вещь, что, например, что нужно сделать из все эти тысячи проблем, которые у вас есть. Итак, они выходят на рынок, как вы видите, цена у них падает, но марку все равно, потому что он сфокусирован на своем. И через несколько месяцев они вышли на мобильный рынок, 98% доходности вышло как раз из этого перехода. И они, в принципе, если бы они не остались привержены цели, то они бы остались на синей отметке. А знаете, кто на синей отметке у нас? Yahoo. Так что, кроме, конечно же, понимания того, какие два слова нужно вместить в наш слоган, у них не было правильного выполнения. И они не сделали свою компанию мобильной. Да, конечно же, хорошо, когда мы решаем 99 других проблем. И, конечно же, на рынке акций с 19 долларов до 128 Facebook поднялся. Итак, что же мы можем сделать по этому поводу? Например, мы с Ражем говорили о том, как гуру у нас происходят из двух стран только, из Индии и США. Не знаю почему, но так и есть. Есть только, например, если была бы только одна книга, которую можете прочесть за свою жизнь, это была бы вот эта книга. Элай Голдред, «Задача». И он научил нас некоторым вещам. Не курите, потому как он умер очень рано. Вторая вещь, которую он нас научил, для меня, например, самая важная бизнес-идея, которая когда-либо звучала, это то, что он назвал теорией ограничений. Например, я, например, хочу изменить мир, я хочу что-то, например, облегчить. Что меня ограничивает? Где мои барьеры? И вот туда нужно сфокусировать ваши усилия. Я хочу рассказать вам историю из своей книги. Есть, например, человек Роберт Тейлор, который хочет запустить свою линейку жидкого мыла. И вы, например, те молодые, кто не знали про это, раньше у нас были только кусковое мыло, и мы не знаем, какие части тела это кусковое мыло прикасалось до того, как мы начали с ним мыться. Поэтому сейчас жидкое мыло делает процесс мытья намного более безопаснее, гигиеничнее тем тем, кто использует кусковое мыло. Естественно, он хочет пойти от отметки 29 миллионов, от, извините, 39 миллионов до 100 миллионов. Так что его будет ограничивать? Ну, да, можем сказать, деньги, не знаю, поставка товара, дистрибьюция, правильные люди, есть куча вещей, которые реально будут вас беспокоить. Каждую ночь вы не сможете заснуть во время масштабирования, но Роберт услышал о том, что Колгейт Палмалиф проберутся к нему на компанию и украдут его идеи. Вот это самая большая проблема предпринимателя. Мы создаем новые ниши в рынке, и кто-нибудь приходит и, например, ворует нашу идею, например, Билл Гейтс и Стив Джобс и эти операционные системы. Поэтому Роберт сделал шаг назад и сказал, знаете, что, интересно, есть только одна компания в мире, которая образовалась в Калифорнии еще до того, как Китай стала индустриальной страной, которая делает вот эти вот крышечки, и они создают пять миллионов вот этих продуктов. А вот Роберт спросил у них, а сколько вы делаете этих крышечек в год? Сто миллионов. И Роберт сказал, продано. И он обсудил цену 12 центов за штуку, но он купил весь вообще мировой запас как предприниматель вот этих вот крышечек. Калгейт Палмалиф естественно будет соревноваться, но что же сделать-то? Уже нет других больше крышечек, только у него. И это заставило Калгейт Палмалиф купить его компанию просто за кучу бабла. И знаете, как мы это называем? Шантаж. Но с шантажем можно очень много денег заработать. И да, я это говорю, конечно, с иронией небольшой, но вы хотите контролировать вашу судьбу. Например, мой друг Джим Кок, он запустил Бостон пиво. Ему не нравилось, что в США такое хреновое пиво подают, и он сказал, что я хочу выиграть конкурс пива в Денвере каждый год. Это самый крупнейший пивовый фестиваль. И он это делает, он выигрывает, потому как ключ к самому лучшему пиву это хмель. Знаете, есть только одно место на планете в этой маленькой стране в Германии, в Баварии, у которой есть самые лучшие условия, которые готовят самый лучший хмель. И угадайте, кто владеет всем этим. Джим. Раж также является представителем совета директоров Рейнерсторм, и они продают у нас шкафы, а также корзина для мусора. Это, конечно, не Гугл, а Фейсбук, я понимаю. Но это самый доходный продукт. Из всех вещей, которые они продают, это органайзер, который называется Альфа, и они готовят в Европе. И они узнали, что конкурент купит как раз поставщика, и они сделали все, что возможно для того, чтобы этот поставщик был куплен ими, а не соперникам. Если бы они не получили контроль за вот только одним поставщиком из всей тысячи в их линейке, я не думаю, что эта компания бы вообще существовала еще на рынке. Так что, что вот это ограничение? Так что, вот этот кейс, естественно, не останавливается на одном степи. Он запускает iPod, он знает, что Sony и Samsung могут сворвать твою идею, но он является владельцем Shiba Flash, которая является самой маленькой, которая может вместить кучу песен в ваш карман. И он купил права на использование этого Flash. Например, Илон Маск, он у нас лидер в солнечной индустрии. Он не глупый. Китайцы, естественно, будут его оборвывать в этом рынке. Германия, Япония, Детройт, они все, естественно, смогут оборвать в этом рынке электромашины. Но он не глупый. Но что ограничивает, что вас задерживает назад в этих, например, двух индустрии рынка? Батарея. Поэтому он фокусируется быть, в принципе, быть батареей в каждой машине, как, например, Intel у нас управляет своим рынком. Так что вот что нужно сделать. Вам нужно сказать, ну ладно, у меня есть тысячи вещей, которые нужно решить, чтобы стать самым успешным игроком, будь то, например, врезание дверей для христианских церквей. я пытаюсь, например, заработать кучу денег в добыче меда, или, например, вот ту индустрию, которую я только что описал. Нужно найти ту костяшку домино. Итак, как же это можно решить? Это обычное дело. И я, опять же, возвращаюсь к тому, с чего я начал эту презентацию. Марк Цукерберг, что он сделал с первого дня основания компании? Каждую пятницу, я хочу, чтобы вы это услышали, каждую пятницу он посвящал один час работе со своими сотрудниками на их вопросы и ответы, чтобы они имели возможность сказать, вот, мы думаем, что нужно сделать вот так, а вы что думаете? То есть он фактически приходит к своим сотрудникам и пользуется интеллектуальным потенциалом своих людей. Он не считает, что у него есть все ответы на вопросы. Он слушает своих сотрудников. Например, они говорят, нам нужно переходить на мобильное устройство. Он еще одну важную вещь сделал. Он то же самое проделал со своими клиентами в Барселоне. Проходит большая мобильная конференция по мобильным средствам связи с огромной аудиторией. который приглашает своих клиентов и говорит, вот что мы думаем, а вы что думаете? Как вы думаете Facebook? Как может улучшить свою работу, чтобы вам было удобнее? То есть он не сидит в башне из слоновой кости. Он говорит со своими людьми, сотрудниками, с клиентами и в целом с рынком. Кстати, в его списке также задача познакомиться с президентом Китая. И это тот человек, который тоже может повлиять на его бизнес и добавить огромное количество пользователей к уже большому списку пользователей Facebook. Итак, первое, нужно составить свой собственный календарь. Давайте, что отличает победителей от проигравших? Победители понимают, что важно и дальше они как бы календарь раскручивают против своих противников. Я сейчас вот, например, могу вспомнить Олимпийские игры. Если вы хотите быть Олимпийским чемпионом и если вы каждый день просто тренируетесь, это, конечно, хорошо, но это вы сами просто не сможете стать спортсменом, который участвует в Олимпийских играх. Стив Джобс. Он хотел продавать свои устройства, но не знал, кто им в этом может помочь и решил организовать свой розничный магазин. И вот, что было важно здесь. Три часа каждый день он проводил в этом магазине в течение полугода. И когда вы действительно сосредоточены на самом важном, я не говорю, что нужно 24 часа торчать в этом магазине, но, тем не менее, если вы регулярно делаете что-то важное, обращать на это внимание, у вас получится все. Давайте посмотрим на книгу Джона Гриша. Он, на самом деле, юрист, и с 5 до 7 он встает и пишет в офисе с 5 до 7. И это стало его привычкой, вошло в его распорядок дня. Дальше вы начинаете карабкаться вверх. Да, мы хотим быть лучше, чем другие, мы ставим себе задачи, мы хотим расшириться на 150 городов в мире, мы идем в Санкт-Петербург, хотим встретиться со 150 компаниями и так далее. Мы ставим такие задачи, конкретные задачи, мы знаем, что будем делать в ближайшие 10 лет. Дальше вы начинаете подниматься вверх, но реальность в том, что вы знаете только про первый шаг и про ту цель, которую мы хотим достичь. Все остальное это 100% неопределенность. Кстати, мой приятель в Малайзии, вот он такой график составил. Он занимается уборкой коммерческих помещений, офисных зданий. Он, кстати говоря, стал практически номер один в этой отрасли. Джим Браун ничего не делал, вроде бы, он просто вывозит мусор в Галуэе, в Ирландии. На самом деле, в Испании тоже была большая проблема с мусором. Все это непросто. Вот в Галуэе он организовал компанию по уборке мусора, нанял определенное количество людей, автомобилей для того, чтобы вывозить мусор. А он слышал о нашей программе и взял свою команду на два с половиной дня, поместил их на обучение и сказал, нам нужна какая-то задача, какая-то цель, вдохновение. Например, к 2020 году мы хотим обслуживать миллион клиентов. Но в Галуэе какой там миллион, там вообще население небольшое, вообще в Ирландии население небольшое. Это значит, что он хотел расшириться уже за пределы Ирландии. Мне очень понравилось, когда говорили, что экспорт это ключ к расширению рынка. Вот господин Кудрин как раз тоже об этом говорил, что нужно смотреть за границей страны, как Икея, например, делала или молодые художники в Турции. Итак, мой сказал так, вот наша задача. Первый сдерживающий фактор это отсутствие наличия. Он решил, предложить своим сотрудникам поучаствовать в финансировании компании. Дальше прообещал, что будет платить им большую зарплату. Это сработало. Следующая задача. Мы должны работать лучше как команда. И предложил программу на 180 дней по соревнованию кто лучше. Например, что мешает вам работать? Люди стали отвечать на этот вопрос, а потом стали сами избавляться от проблемы. Сначала люди боялись говорить, что какие-то глупые вещи мешают им работать. А потом вот этот канал информационный открылся, и они стали исправлять ситуацию. Еще один момент это ценообразование. Они подняли цены и очень успешно стали работать, набирая обороты. теперь эта компания крупнейшая по уборке мусора в том числе и в Европе и на Ближнем Востоке. Теперь про деньги. Деньги это важно. Но в 2001 году деньги закончились, и я понял одну важную вещь. Если вы хотите заработать огромное количество денег, если хотите 2 тысячи заработать фунтов, отдайте 200. Вот Роберт Кирасаки, он говорит, когда богатые попадают в переделку, умные всегда умеют выбраться из нее, даже не имея больших средств. Кстати, Раш упоминал об этом. Люди не будут заботиться о вас и о своих клиентах, если они не будут чувствовать заботу от вас, от руководителей. Чтобы что-то получить, нужно инвестировать. Деньги это как вода. Если деньги просто будут лежать и стагнировать, они просто пропадут у вас. Нельзя сидеть на мешке с деньгами, нужно заставить их работать. И вообще, чтобы начался какой-то процесс, нужно сначала самому сделать первый шаг. Например, наша церковь рядом с домом ищет средства. Давай внесем определенную сумму больше, вообще церковь могла ожидать. Мы это сделали и получили очень большую отдачу. Итак, четыре практические идеи. Первая это люди. Найдите 25 людей, которые больше всего поверяют на ваш бизнес. Дальше бренд. Изложите его в двух словах. Вы видите квинтэссенцию вашего бренда или вашей индустрии, вашей отрасли. Дальше исполнение. Это, конечно, фокусировка сил. Понять, каковы ограничения и сфокусироваться на устранении этих ограничений. И последнее это истина. Чтобы заработать, нужно сначала отдать. Вот в США мы действительно любим такую вещь, как наставничество обучения. То есть ни один из нас не достиг больших успехов без тренера. Это не только в спорте касается, хотя и его тоже. Если в спорте этого не получается, как мы можем в бизнесе жить без такого, без тренера. Нам он нужен. Это важно для повышения эффективности. Что нам мешает взять тренера? Опять же, наше эго. Если мы намимаем тренера, это значит, мы демонстрируем свою слабость. Вот это как раз такой ментальный барьер. тренера, ведь мы прекрасно понимаем, что великие спортсмены, у них было огромное количество тренеров, несколько тренеров. У них есть спортивный тренер, психолог, тренер по здоровью и так далее. То есть здесь нужно изменить свое мышление. Кстати, не обязательно даже тратить на это деньги. Самое сильное решение я ему научился у Голдсмита, один из наилучших тренеров. Он сказал так, всем нужен тренер, коллега, не просто тренер, а как бы друг, коллега. Вот у меня Друн Бестон Рос в Барселоне, у него компания, у меня компания, он хочет расти, я хочу расти, у него семья с детьми, у меня семья с детьми. То есть мы очень похожи и что мы делаем? Мы решаем так, каждые несколько месяцев, например, определяем 4 или 5 вещей, которые я должен делать по-другому каждый день, чтобы стать лучшим отцом, лучшим мужем и лучшим руководителем своей компании. То сейчас у меня в списке следующее. Каждый день я должен найти одного важного человека, который поможет мне масштабировать бизнес в каком-то конкретном городе. Вот моя задача. То есть пока я тут вам все рассказываю, у меня вот эта мысль в голове есть. Я с Себастьяном переписываюсь практически каждый вечер моим другом и тренером. например, я решил, что мне нужно улучшить отношения в семье и чаще обниматься своей женой. Вот я это делаю. Или в какой-то момент я решил, чтобы улучшить отношения с сыном, я должен играть с ним в то, во что ему нравится играть. И я о результатах пишу своему тренеру -другу. И он делает то же самое. Вот кстати попробуйте это делать. второе, составьте список тех, кто может стать вашими наставниками. Это не обязательно просто люди, это могут быть какие-то издания, которые вы считаете полезными для себя. Хороший был вопрос. Еще есть вопросы? Да, вот у нас есть микрофонный вопрос. Меня зовут Мила, я как раз являюсь тренером в России и Китае. Могли бы вы посоветовать одну вещь, которую мы могли бы делать каждый день, чтобы на место поставить свое эго? Я думаю, например, утром или вечером записывать и записывать за что вы благодарны, например, в течение этого дня. Пускай у вас был трудный день, чему вы благодарны. И второе, я бы еще прекратил читать новости, но ладно, это не так важно. Но первое, это список благодарностей, и это поможет вам иметь правильный настрой и тоже контролировать ваше эго, потому что нужно понимать, что вы получаете большую помощь от многих других, и вы должны быть за это благодарны. иногда нет никакой благодарности от людей, как не терять энтузиазм в такой ситуации. И второе, чего не хватает, вы сказали, есть люди, которые никогда не говорят спасибо, то есть вы инвестируете в людей, а они не благодарны вам, они не выражают свою благодарность, и это очень неприятно для нас лично, как с этим быть. И второй вопрос, дайте-ка я сначала на первый вопрос отвечу, но они связаны, эти два вопроса. Ответ у меня такой, да и пусть не благодарят, бог с ними. На самом деле, это не так просто сказать бог с ними. Нет, это просто. Вот когда у вас будет такой тренер тире друг, вот в пятницу вы, если есть возможность например, встречаетесь за кофе, и вы рассказываете ему о всех своих горестях и в то же время достижения. Очень важно, конечно, иметь человека, который тебя поддерживает, не тот, который с вами работает, помогает работе, а просто который вас поддерживает. Да, и второй вопрос, вы согласны? Есть ли такие отрасли, где роботы могут сделать все за нас? Очень интересно. но, Лейм Пофелд, автор, он пишет компанию, в которой есть только один сотрудник, который умудрился сначала заработать миллион, пять миллионов и так далее, но в США на самом деле 50% нашей рабочей силы работает по контракту, то есть это люди которые работают не на одну компанию, а на разные компании, у меня например есть дизайнер, который тоже работает по контракту, это не сотрудник моей компании, а я через десять лет работы нашел его на сайте designer.com он наполовину кореец, наполовину немец, с одной стороны очень творческий, с другой стороны дисциплинированный, живет в Мюнхене, и это женщина и надо сказать, что я один из ее клиентов, то есть у нее есть другие клиенты, кроме меня, стараюсь, чтобы в Москве и в России было больше электромобилей, есть целый ряд моделей или факторов, как бы вы в двух словах отобразили стратегию, Tesla в принципе да, они неплохо работают, они создали роскошный электромобиль, то есть это является предметом роскоши, но на самом деле нужно целый миллион вещей сделать, как Джим Браун, я вам уже показывал, надо начать карабкаться по горе и делать последовательно вещи одну за другой, но потом выбрать одну самую важную, которая повлияет максимально на ваш бизнес, но благодаря запуску различных мобильных приложений они получили гораздо больше возможностей, здесь, конечно, нужно выбрать правильную стратегию, то есть весь бизнес построен на одном фокусе. У меня осталось 21 секунда, я не хочу занимать больше времени, чем нужно, давайте так поступим, а я хочу вернуться к Стиву Джобсу, Стив понимал, что есть цель, есть любовь и настойчивость. а мобильных с мобильных